Приветствую вас. Состояние, которое вы описываете, я бы охарактеризовал как состояние невроза, состояние привозки и состояние страха. А также стихнение или, говоря немножко по-другому, состояние смущения, то есть когда вы смущаетесь, то есть не принимаете себя вот таким, какой вы есть. И как вам правильно, в общем-то, заметила моя коллега, что причина этого лежит в детстве, в частности в подростковом возрасте, в частности в отношениях с родителями, в частности в вашем собственном личном опыте и так далее. И если мы с вами говорим о тревожности, то это, соответственно, некий такой набор поведенческих моделей, то есть набор алгоритмов поведения, которым вы всегда стараетесь следовать, которые вы всегда используете, но которые далеко не всегда приносят вам удовольствие, далеко не всегда приносят вам результат. И когда вы используете вот эту модель поведения, когда вы ее используете, вот в этот момент вот не происходит того результата, который вам нужен. И за это вы постоянно переживаете по мелочам. Это первое. Второе. Если мы с вами говорим о переживаниях, как о неком таком проявлении страхов, то здесь опять же, вот вы переживаете по мелочам. Чего вы боитесь? Какие последствия вы боитесь? Так ли страшны последствия, которых вы боитесь в игре? Так ли вы их действительно оцениваете правильно, эти последствия? Понимаете, вот страх, он вообще склонен преувеличивать, преумножать в наших глазах те негативные аспекты, которые с нами происходят. И вам надо быть адекватно смотреть на эту ситуацию, то есть смотреть на нее так, какая она реальна, а не такая, какая вам кажется. Как она вам кажется, через состояние эмоционального аффекта, понимаете, через состояние аффекта, да, аффективного переживания. Либо вы боитесь наступления каких-то определенных последствий, событий и так далее. Почему боитесь? Ну, опять же, потому что, может быть, не знаете, как поступать, может быть, там, для вас это просто тяжело травмировано и так далее, травмирующее и так далее. Тогда к этому нужно менять свое отношение. Либо вы боитесь изменения представления о себе, то есть вот в результате определенных действий, ваше представление о себе, они станут другими, вы этого боитесь. То есть здесь со страхами нужно работать. И работать над страхами – это не борьба с ними, это не подавление их, это понимание того, что есть страх. То есть страх – это сигнал, это реакция организма на какие-то угрожающие ему обстоятельства, и сама по себе эта реакция, она нормальна. Но ненормально, что вас это парализует, ненормально, что у вас эта реакция чрезмерная. Для того, чтобы она не была чрезмерной, нужно понять, что стоит за тем, что вы боитесь. Что стоит за переживанием по мелочам. Ну вот переживайте вы по мелочам, но вы же не по мелочам переживаете. Дело не в каждой конкретной мелочи. Это все же что-то объединяет. И вот очень важно понять, что именно объединяет. Для чего объединяет, почему объединяет. Понимаете? Это вот такой очень важный момент, который мне бы хотелось, чтобы вы на себя рассмотрели. Далее, неуверенность в себе, значит, большая неуверенность в себе, то есть вы – это, опять же, неприятие себя, то есть смущение. Вот вы пишете, что с виду я большой здоровый парень, 30 лет, значит, когда еду в другой город, для меня это большой стресс, когда общение с людьми, даже знакомый, очень сильно, значит, напряжен. А почему они напряжены? Почему вы пытаетесь, вот, прилагать такие большие усилия, да, с чем это связано? Почему для вас люди имеют такое большое значение, что вы за них переживаете? Почему вы на них так сильно обращаете внимание? Как у вас расположена связь, цепочка, что есть вы, вот такой, какой вы делитесь, есть то, что вы думаете о себе, а есть то, как думают о вас другие. И, вот, чему вы отдаете предпочтение, в какой форме, и почему? Вот, задумайтесь об этом. Что мешает вам просто быть собой? Не напрягаться, вести себя естественно и так далее. В чем неуверенность? В чем нагребно вы сомневаетесь? Знаете, при работе с неуверенностью в себе, есть методика, когнитивная терапия, когда человек определяет, в чем он неуверен, то есть, ну, вот, понимает, да, в чем я в себе сомневаюсь, и ставит себе цели, вот, цели себе ставят, чтобы достичь их, достигнув их, менять свое отношение. менять свое отношение именно вот к этим качествам. Это очень важно. Это принципиально важно. Понимаете? И поэтому я рекомендую вам, в первую очередь, именно ее когнитивную терапию, то есть, определение своих качеств, путь принятия этих качеств, путь, здравой оценки этих качеств, поиск и проработка причин, благодаря им вы, эти свои качества, вот, которых вы сомневаетесь, стыдитесь, стыдняетесь, не принимаете их, кто вам это внушил, и почему, и, собственно, изменение отношения к этим установкам. Вам 30 лет, в принципе, вам раньше надо было обращаться, вообще, это не первый год, 25 надо было обращаться, 23 года, лучше, вообще, 21-20, вот, сейчас изменить ваши отношения к этому будет немножко послошнее, но, опять же, это зависит только от вас, то есть, если вы хотите, вы говорите, скажите, пожалуйста, что с вами происходит, вот мы вам сказали, что с вами происходит, да, вот, я вам сказал, но вы же понимаете, что, от того, что я вам сказал, это, не меняется суть, то есть, вам легче не станут, это работа, чтобы истраивать то, что с вами происходит, и вопрос, в том, готовы ли вы к этой работе, то есть, я бы разделил, вот, работу с вами, да, консультации, на такие вот части, например, первая консультация, это прозработка причин, такого отношения к себе, то есть, именно, работа с причинами, то есть, у вас есть основания, полагать, что вы, вот, неправильный, и эти основания, вы считаете, для себя верными, верными, нужно найти природу этих оснований, и обсуждать, обсуждать, обсуждать эти основания, чтобы вы поняли, что они, по сути, дело ложные, потому что они справедливы для человека, который вам их озвучил, но они не справедливы для вас, потому что все лидератны, вот это вот вам нужно, это первая консультация, например, ну, или первая сфера консультации, в зависимости от того, как будет продвигаться работа, значит, вторая, сейчас, или сейчас, вторая консультация, это, собственно говоря, проработка ваших неуверенностей, то есть, вот, определение того, в чем вы неуверены, почему вы неуверены, конкретно, по пунктам, и, значит, соответственно, выработка плана, то есть, чтобы у вас была схема перед глазами, в каких качествах вы у себя неуверенны, а за что, например, вы себя цените, за что, например, вы себя любите, и далее, следует, опять же, с одной стороны, изменить отношение к этим качествам, то есть, принятие их, и признание того факта, что они делают вас хуже или лучше, и, с другой стороны, это, значит, постановка определенных целей, и последующее развивание их на задачи, именно с целью, выполняя эти задачи, работать на своей недоступности в себе, становясь более уверены в себе, это работа, это работа ваша, то есть, с психологом вы намечаете эти цели, вы намечаете эти задачи, психолог помогает вам, но работаете вы. Далее, и последнее, последнее, это вот, собственно, вопрос в том, как вы воспринимаете себя и людей, что они для вас, что они для вас, какое их значение для вас, и так далее. Объективно, это такая последняя стадия, когда, там, буквально, то есть, одна-две, консультации нужны будут, чтобы, в связи с тем, того, что вы уже сделали, да, чтобы с этим учетом можно было вам выстраивать новую линию поведения, другую линию поведения. Может быть, потребуется поработать с вашими ценностями, может быть, попробовать, потребуется поработать с вашими установками, но это все выяснилось только в процессе работы. Вот. То есть, вы сделали первый шаг. Я вам сказал, ну, например, я и другие коллеги мои сказали вам, что с вами происходит. Теперь вам нужно начинать с этим что-то делать. И для начала, я думаю, нужно выбрать эксперта на нашем ресурсе и начать с этим экспертом работать. Вот. Я думаю, так. Кстати, а что побудило вас задать вопрос именно здесь, сейчас? Вы же раньше с этим решили и вопросы задавали, а сейчас вдруг начали задавать. Почему? Что побудило? Это тоже очень важно для работы с правдой. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы дополнительные у вас остались, пишите, в личку я вам помогу. А если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи. До новых встреч. До новых встреч.